Реализация интервальных таймеров реального времени на каскаде и контроллере типа PR200. В проекте на каскаде имеется 6 интервальных таймеров, где задается время часы и минуты включения и время выключения в часах и минутах. Задано включение первого таймера в 12 часов 10 минут, выключение в 12 часов 12 минут. Второй таймер 12.13, выключение 12.14 и так далее. Сейчас время 12.09 реальное. Четвертый таймер включен, потому что ему сказано включиться в 12.00 и выключиться в 12.16. В данном проекте мы видим, что включились реле первое. Первый таймер включился в 12.10. Таймеры 5.6 не запрограммированы. Поэтому на них можно не обращать внимания. То есть в контроллере нет схемы, реализующей работу этих таймеров. А вот первый таймер включился, четвертый продолжает гореть. Выключится он в 12.12. Здесь ввод часов и минут осуществляется через два цифровых задатчика. То есть задатчик часов и задатчик минут. Это сделано для того, чтобы исключить ошибки при вводе. А так можно было использовать один регистр. И вводить в формате каскады. То есть 12.10. Но можно написать 12.70. Видите, ошибиться можно. А здесь же, когда мы вводим через задатчики и поставили ограничения. Например, вот часы. Ограничения от 0 до 23. Минуты. От 0 до 59. То есть мы уже никак не напишем 70 минут. Поэтому в данном случае используются отдельные задатчики цифровые на часы и на минуты. Хотя, еще раз повторюсь, для сокращения количества регистов и упрощения ввода можно использовать ввод времени в формате каскады. Ну и соответственно, это нужно учесть в самом проекте на контроллере. Сейчас контроллер работает вот с таким вводом формата. С таким форматом времени. С раздельными часами и минутами. Сейчас в 12 минут должен выключиться. Вот выключился первый таймер. Второй только включится в 13 минут. Четвертый продолжает гореть. Четвертый продолжает гореть. Посмотрим, как реализована схема в PR200. Вот приведена схема. Есть время текущее. Это время, которое передает каскада в контроллер. В формате одного регистра. Например, 11 часов 10 минут. А вот регистры или сетевые переменные, которые час, где мы задаем включение первого таймера, минута включения первого таймера, час выключения первого таймера, минута выключения первого таймера и так далее. То есть час включения второго таймера, минута включения второго таймера, час выключения второго таймера и минута выключения третьего таймера и так далее. теперь значит имеются индикаторы отражающие работу таймеров интервальных рассмотрим что внутри находится этого макроса то есть на входе у него время час и время минута включения текущее время и час и минута выключения посмотрим что у него внутри внутри несложная схема мы берем минуты заданные в индикаторе умножаем часы в заданные в индикаторе умножаем на 60 получаем минуты то есть часы преобразуем в минуты и складываем с минутами которые заданы получаем формат время получаем в минутах то есть мы задаем в часах и минутах получаем только в минутах это делается для того чтобы упростить сравнение времени с текущим текущее время делается обратное преобразование текущее время делим на 100 умножаем на 60 получаем минуты то есть часы превращаем в минуты если же мы разделим текущее время на на 100 элементам мод то есть мы посчитаем остаток в минутах то есть минуты преобразованные из часов мы складываем с минутами которые есть во времени в текущем получаем общее количество минут таким образом мы сравним заданное количество минут с текущим количеством минут и осуществляем то есть если это если время текущее равно или больше заданному включается выход включается таймер если же время выключение становится если текущее время текущее время становится больше чем заданное время выключения или равно мы выключаем выход то есть вот такая реализованная логика без элементов памяти без триггеров что позволяет сделать таймер энергонезависимым потому как сетевые переменные у нас энергонезависимые то есть когда мы можем в любой момент выключить включить данный проект и у нас будет необходимой нам картина то есть можете сделать скриншот с данной схемы и условно несложно реализовать на любом контроле и повторить н раз перейдем в ногс время 15 минут 15 12 часов 15 минут все уже три таймера включились выключились сейчас дождемся выключение четвертого таймера все 12 часов 16 минут таймер выключился время 12 часов 16 минут вот таким вот образом можно реализовать н таймеров и управлять всевозможными устройствами в схеме реализовано только четыре таймера если их повторить еще нужно количество раз получаем необходимое количество таймеров ну в данном случае реализовано и показано только четыре канала интервальных таймеров привязанных к реальному времени на этом все спасибо если будут вопросы задавайте удачи вам